Это вот мне, как говорится, на днях, буквально на той неделе привезли пайки, 7 пайков, военнослужащие. Рацион на ближайшие дни показывает не командир полка. О том, что в ближайшие дни поставят на стол, рассказывает мать пятерых детей. Уже 6 лет она одна заботится о семье. Именно столько лет назад умер ее муж, оставив женщину не только с детьми, но и с долгами. За последние 11 лет на Алифтине задолженность за тепло более полумиллиона рублей. При этом 150 тысяч из них – пеня за просрочку оплаты. Мы неоднократно направляли уведомления о том, что у нее накопилась задолженность, а также предлагали заключить соглашение о реструктуризации данной задолженности. Это позволило бы ей разбить накопленную сумму долга на равные части в течение года или двух лет, поэтапно данный долг выплачивать. При этом ей бы не начислялась пеня на данную сумму долга, и мы бы не подавали исковое заявление в суд. Вот только решить проблему таким мирным путем Алифтине не так-то просто. В детском доме, где работает женщина, зарабатывать удается только 10 тысяч рублей, при том, что трудится в две смены. На другую работу не берут, боятся, что часто будет отпрашиваться. Как видят в резюме мое, что у меня там много детей, естественно, думаю, что я буду сидеть только на них в больничном. К слову, реструктуризация долга, которую предлагают энергетики, для Алифтины – дело знакомое. Так удалось полностью рассчитаться за холодную воду. А вот платежи большей суммы пугались сильнее. Их мать пятерых детей оставляла на потом, каждый раз надеясь на чудо. Больше полагаться было не на что. Месяца три-четыре оплачивала, а потом перестала, так как у меня то детей нечем было кормить, то они болеют, то, понимаете, то лекарства покупать, то школу сдавать. Ну, на все надо было платить. А, естественно, как разорваться? В первую очередь надо о детях думать. А параллельно и оформлять субсидии. Ведь обратившись за помощью к государству, можно покрыть часть расходов на ЖКХ, которые каждый месяц пугают многодетную мать своими десятитысячными суммами. Именно столько в общей сложности семье выставляют коммунальщики. Вот только энергетическая компания такой долг простить не может. Тарифы по закону равны для всех. С таким постановлением согласен и суд. За 14 заседаний правосудия каждый раз склонялась на сторону ДГК. Руководствуясь формулами и руководствуясь тарифом, а также площадью помещения, в данном случае квартиры, производим расчет. Каких-то индивидуальных расчетов, индивидуального подхода нашим законодательствам не предусмотрено. Поэтому Алифтина нашла другой выход, о котором многие даже не слышали. Решила объявить себя банкротом. Первая во Владивостоке. Так физические лица могут поступать с 1 октября этого года. Банкротом может являться человек, задолженность которого составляет от 500 тысяч рублей, и он не может ее выплатить в течение трех месяцев и более. Правда, признание банкротства – мера лишь временная. Должнику только на время дают отсрочку, а дальше задолженность все равно придется погашать. Даже многодетной матери. Ну, конечно, что же делать. Я банкрот. В прямом смысле. Инна Щедрова, Александр Протовщук. Новости на Восьмом.